Добрый день, уважаемые коллеги! Что касается телемедицины, я очень рада, что в прошлом году мы выполнили 2995 телемедицинских консультаций консилиумов с помощью телемедицинских технологий, мы выполнили более 3500 тестов молекулярно-генетических с помощью референс-центра, мы выполнили более 1200 иммуногистохимических исследований с помощью референс-центра и также продолжаем эту работу с нашими пациентами, с представителями пациентов, с медицинскими организациями. Мы не останавливаемся, как работали, так и работаем. Все уже знают, что телемедицинские консультации осуществляются с помощью специального портала и никаким образом не изымаются средства из бюджета федеральных фондов ОМС регионов. То есть это абсолютно бесплатно и перекрывается это все федеральными квотами, так можно сказать, то есть финансируется сразу же с Минздрава к нам. Что касается референс-центра, если мы говорим о связи учреждения с учреждением, то эти расходы перекрываются с помощью федеральных средств по ОМС. Соответственно, направление 057У как было, так и остается единственным направлением, хотя сейчас вышло новое постановление 1363, и врачи, к сожалению, немножечко путают своих пациентов, что направление не нужно. Но в пункте 9 этого распоряжения правительства Российской Федерации написано, что направление должно быть, да, там не указана именно форма 057У, но все пункты, которые есть в направлении по форме 057У присутствуют в этом же пункте номер 9. То есть должно быть наименование организации, которое направляет и в какую направляют, должно быть указание фамилии, имя, отчество пациента, обязательно диагноз, дата рождения полная, обоснование направления, для чего проводится данное исследование или данное молекулярно-генетическое исследование, моногистохимическое исследование, номер страхового полиса по ОМС обязательно должно стоять в этом направлении. И также должны стоять печати учреждения. Три печати – это обязательное требование к любому амбулаторному направлению, оформленному либо по форме 057У-04, которая используется уже с 2002 года, либо в свободной форме, но на фирменном бланке учреждения с тремя печатями. В этом году, к счастью для наших пациентов, мы начали работать не только по ОМС в качестве исполнителя молекулярно-генетических, патоморфологических или иммуногистохимических исследований, но также в этом году мы начали работать с лучевыми методами исследований. В нашем институте по форме 057У теперь можно выполнить исследования КТ и МРТ. Этого раньше не было в нашем центре, с этого года мы работаем, поэтому любой гражданин Российской Федерации, имеющий на руках данное направление на данные виды исследования, может выполнить эти исследования у нас по форме 057У за счет средств ОМС. Это очень важное дополнение, которого раньше у нас не было. Надеюсь, наши пациенты будут рады этим извинениям, потому что они все время это просят, все время говорят, что мы должны полностью работать в системе ОМС. Мы стремимся к тому, чтобы нашим пациентам было удобно, чтобы им было приятно получать у нас помощь, приятно проходить обследование. Это является одним таким положительным фактором в данном вопросе. Повторюсь еще раз, это не всем-всем-всем-всем пациентам возможно, это можно пациентам только с онкологическим диагнозом. Код маркировки по МКБ, буковка С, латинская С, и с кодом диагноза, когда необходимо понять онкологический диагноз или доброкачественное образование, код диагноза D, буковка D, D латинская, обязательно должно быть указано по этой кодировке. По-другому, к сожалению, если будут написаны какие-то другие буковки латинского алфавита, так как мы все-таки являемся онкологическим намецом, мы обязаны использовать только данные маркировки. Вот такие вот у нас новости, надеюсь, они приятные для вас.